добрый день уважаемые друзья как вы знаете в крыму идет снег но он уже не идет где-то идет где-то нет где-то он есть где тоже подтаивает потому что все таки крым это южная южная область и поэтому здесь снег это такая себе диковинка и вот именно крещенские морозы крещение в счет на этот праздник снег задерживается потому что холод не дает ему растаять и детишкам есть возможность немножко покататься там на санках на лыжах полепить снежных баб покидаться снежками или просто вот так проваляться на снегу ну вспомните свое место золотое а тем более крымские дети они снег видят несколько раз в году и сегодня мы с вами погуляем под джанкою а я расскажу вам какая она зима в крыму потому что некоторые рвутся сюда отмечать новый год встречать для меня новый год вот я вам и расскажу в так в подробностях как это бывает здесь как когда выпадает снег и все такое итак это джанкой улица калинина вот там дальше рынок джанкойский и мы сегодня походим значит пойдем к вокзалу сходим пройдемся по улице ленина зайдем в военный городок немножко там повели камеры дойдем до улицы толстого и закончим на тополях по ходу дела еще за сбежим я покажу вам со стороны джанкойский молокозавод снималась это 17 января температура воздуха минус 5 джанкойский вокзал это узловая станция то есть все поезда всегда шли через джанкой в крым что с украиной что сейчас через керчь когда вы заезжаете обязательно поезд идет через джанкой другой ветки нет просто нет а дальше уже там севастополь симферополь евпаторию феодосию это расписание поездов которые едут в крым но половина из них только летом ходит остальные зима сейчас ну что идем эта улица ленина она свое время получила хороший капитальный ремонт убрали полностью весь старый асфальт советских времен положили новый в несколько слоев со всеми технологиями все красиво все хорошо смотрим налево это райисполком справа бывший дом быта а если пойти прямо то там будет елочка оттуда мы пришли сюда так вот это страшненько это бывший дом быта а дальше магазин который раньше назывался фора продуктовый магазин в прошлом свое видео я его обозвал место номер пять признаешь честно в каждом видео я что-то ляпаю не проверив информацию да бывает такое что месяцами не заходишь какой-то район города и не знаю что здесь появился магазин который правильно называется место с то есть магазин вкусной еды если поковыряться то там действительно можно найти кое-что подешевле чем в остальных магазинах да вообще магазинов джанкой хватает было бы еще столько много производства было вообще хорошо потому что в магазине работает мало а на какой-нибудь заводе фабрики работал бы много людей и товар оборот был повеселее этот дом я уже показывал он был в лесах теперь он все довели до ума отреставрировали привели в божеский вид это так называемый капитальный ремонт фасадов зданий улица ленина я буду перебегать туда-сюда чтобы показать что-то интересное вот например такая себе собачка которая ждет хозяина или хозяйку джанку я как и в других городах имеется своя речка официальное название у нее речка степная но еще с советских времен мы ее называем не иначе как речка вонючка вы сами видите потому что все кому не попадя сливая ли сливали сюда свои бытовые и производственные отходы и ее чистят но уже не помогает а вот раньше она была шире вода была чистая в ней можно было купаться зимой катались на коньках а рыба которая здесь водилась ее можно было кушать а это у нас дворец культуры и досуга строителей северокрымского канала ну или проще говоря дкскк или как его сейчас называют центр культуры и досуга здесь кинотеатр актовый зал спортивный зал детские спортивные кружки и он уже целый месяц на реконструкции дата окончания работ 23 08 22 года а да на стене этого с к к находится вот такое панно я когда малой был приходил сюда и просто залипал на эту картину мне так нравилось рассматривать эти детали мелкие такой себе строитель коммунизма раздвигает преграды очень интересно было идемте дальше с левой стороны мы видим школа номер 6 вообще в джанкой 8 школ а конкретно в этой школе училась моя жена когда-то а в прошлом году мы с ней отметили жемчужную свадьбу справа у нас тянется частный сектор джанкой это такая себе большая деревня и городом он стал чуть меньше чем сто лет назад городом районного значения потому что здесь находится узловая станция я уже говорил и джанкой в переводе с кинско-татарского так и называется милая деревня перейдем на ту сторону вот эта синенькая это библиотека до библиотека потом идет аптека потом еще одна аптека ну понятно да два хозяина так получилось что прямо вместе стенка конкуренция куда деваться все закончилась улица ленина до сельферополя видите почти 90 километров и еще дальше до ялты до алушты и здесь конце находится памятник авиатором то есть летчикам которые сорок четвертом году освобождали город джанкой от немецко-фашистских захватчиков а сейчас пришла пора познакомить вас с андреем вознесенским андрей создатель и руководитель проектов православии и они занимаются бескорыстной помощью малоимущим семьям батюшек в отдаленных крымских селах да есть такие маленькие села с крохотными церквушками и доходы семей таких батюшек зачастую не превышают 10 тысяч рублей в месяц а семьи как правило многодетные и без вашей помощи уважаемые друзья ему не справиться а ваша помощь заключается в том что надо лишь просто перейти на канал по ссылочке в описании посмотреть эти видео и подписаться на канал там же в описании вы найдете ссылку на его группу вконтакте которая также называется в православии позади меня остался памятник авиатором это московская трасса вот мы сейчас перейдем и пойдем в военный городок так называемый направо это симферополь если ехать 90 километров а если вот сюда налево там граница с украины 36 километров и контрольно-пропускной пункт чангар там чангарский мост ездили раньше тут там бочка ловили а теперь там граница полетела аж аж занесло бедолагу и так мы в военном городке у меня есть на канале 5 полноценных серий про джанкой и ни в одной из них я ни разу не освещал военный городок почему потому что здесь ну что есть показывать но пятиэтажки еще пятиэтажки на аэродром меня само собой не пустят поэтому показывать здесь я и не знаю что ну вот городцы которые не боятся совершенно людей ну вот а иногда в комментариях появляется покажите что показывать не знаю просто расскажу здесь находится аэродром и при союзе здесь базировалась транспортная авиация и ребята довольно таки неплохо зарабатывали потому что летали даже за границу ну и там был какой-какой кое-какая контрабанда ну чего греха таить в общем военный городок жил припеваючи но другая сторона медали в том что некоторые летали сами подписывались и летали например в анголу а в анголе в тот момент времени была революция и некоторые не вернулись до в джанкой есть несколько братских могил а вот здесь раньше размещался военторг ну а сейчас продуктовой магазин в общем я не знаю военный городок обыкновенный компактный здесь в основном вот такие жилые дома вот такие старые есть еще кирпичные трехэтажные жилые постройки и вот одна из них одна из пятиэтажек дождалась своей очереди на ремонт фасада ну а теперь давайте вернемся к началу нашего разговора это зима в крыму снег в крыму вот перед вами типичный опоздавший на две недели новый год до каждый год на новый год все крымчане ждут снег а его нет и нет и нет очень редкий случай когда на новый год хотя бы немножко выпадает снега это редкий случай обычно выходишь ночью посмотреть на салют а на улице плюсовая температура обычно слякать какая-то дождь бывает моросит иногда но сухая просто погода но снега не бывает особенно на побережье то вообще на новый год снега не бывает это мы тут на севере крыма хоть как-то что-то иногда а там такого не бывает поэтому снегу радуется здесь как какой-то диковинки правда вы не верите да но крым это южный регион поэтому здесь нет бывает ну там конце ноября иногда в декабре немножко посыпет на крещение как сейчас и феврале может быть а вот март иногда бывает холоднее чем февраль бывает феврале плюс 10 плюс 15 плюс 20 а потом в марте минус бывает такое ну и закончить это видео я хочу так немножко показать наш молокозавод джонгойский молокозавод называется новатор его продукция лучшая в крыму наверное потому что здесь такое знаете добровольно принудительный режим работы то есть дисциплина строжайшая как не знаю как наверно на военном заводе опоздал штраф там вышел не во время штраф там по телефону заговорил что очень везде система штрафов и все стараются как бы работать а потом уже звоните прогуливать пьянство тут вообще это страшный суд тем более охранники они заинтересованы вас поймать у них там премия какая-то повышается поэтому все стараются вести себя как положено а раньше тут такой шалтай болтай бог боже мой молокозавод это была такая знаете решето тащили молоко сметану сыр творог все кому не лень и как-то и хрен с ним а сейчас прям это уже давно так пошло лет не помню 15 такая система здесь ну поэтому может быть наверное наш завод лучший не только на полуостровину уже из-за его пределами так что масло джункуэйская покупайте она вкусная ну правда вкусная и здесь же находится елочка правда в этом году я так присмотрелся повнимательнее елочка от молокозавода немножко выглядит такой себе уставший а вот городская елка наоборот повеселее как-то поярче поинтереснее пусть она ниже но покрасивее мы в конце у меня просьба пожалуйста подпишитесь на канал под позовите друзей знакомых незнакомых родственников соседей пусть они тоже посмотрят на крым моими глазами подпишутся на мой канал поставят лайки и поделиться с друзьями в соцсетях пожалуйста сделайте так я вам буду премного благодарен большое спасибо за внимание до свидания